Следующий доклад Волик Ольга Юрьевна, психолог-координатор студенческой мобильности при посольстве Франции в Украине, методист факультета лимфистики, ведущая тренингов личностного роста. Доклад творческого мышления в процессе принятия решений. Добрый день. Вслед за предыдущим оратором, который столькими блестящими метафорами описывал творчество, я позволю начать свой доклад маленькой Хой Кубаси. Над простором полей ничем к земле не привязан, жаворонок летит. Я думаю, эта метафора применима и к творчеству, а вообще зачем нам творчество? Но решая какую-либо мыслительную задачу, мы имеем дело с определенным объемом информации. Но бывает так, что имеющейся у нас информации недостаточно, и мы оказываемся перед необходимостью принимать нестандартные решения. Вот тут-то и возникает потребность прибегнуть к творчеству. Разберемся в этом процессе принятия решений в стандартных ситуациях и в ситуациях нестандартных. Что есть принятие решения вообще? Для того, чтобы принять решение, это выбор объекта или состояния, овладение которым приведет нас к цели. Но это только первый этап. Второй этап — это выбор способа действия по присвоению этого объекта или по достижению этого состояния. То есть первый этап — это что нам нужно, а второй этап — это как мы собираемся действовать, чтобы этого достичь. Если мы остановимся на первом этапе, то есть если мы определили только, что нам нужно, это еще не является целью, это является просто мечтой. Если же мы знаем, что и как, мы имеем дело уже непосредственно с целью. Правильным решением будет такое, которое приближает нас к цели кратчайшим путем с наименьшей потерей ресурсов, как во внешнем мире, так и в мире внутреннем. Элементы для создания образа цели, опять же, имеются как во внешнем мире, это так называемые грубые вибрации, так и в мире внутреннем, так называемые тонкие вибрации. Образ цели приходит из нашего прошлого опыта. Кое-что мы черпаем для того, чтобы построить образ в настоящем, а кое-что подсказывает нам интуиция, то есть мы берем некие элементы этого образа из будущего. Но, к сожалению, довольно часто выбор образа цели осуществляется на основе готовых стереотипных решений. То есть мы имеем дело с нестандартной ситуацией, мы находимся в новой, необычной для нас обстановке, а неосознанное подсказывает нам готовые ответы, стереотип. В этом случае велика вероятность принятия ошибочного решения. А ведь смысл принимаемого решения состоит в том, чтобы кратчайшим путем и с наименьшей потерей ресурсов подойти к нашей цели. Решение, которое удаляет нас от цели или не приближает к ней, это решение неправильное. Решение, которое приближает к нас цели окольными путями, не совсем правильное. Решение, которое принимается вообще без осознания цели, это не решение. Но, во всяком случае, не ваше решение. Каждый человек пользуется при принятии решений своими способами мышления. Это может быть мышление позитивное, мышление негативное, эмоционально окрашенное мышление или безэмоциональное, ну и так далее. Условно можно разделить типы мышления на шесть. Назовем их шестью шляпами мышления. Итак, шляпа белая – это мышление безэмоциональное, безоценочное, которое происходит на основе фактов. Шляпа красная – это мышление оценочное, на основе эмоций. Ну, это мышление по типу «это мне нравится, это не нравится». Шляпа черная – это негативное, критическое мышление. Шляпа зеленая – это мышление творческое, нестандартное. Желтая шляпа – это мышление позитивное, солнечное. Что же хорошего ждет меня, если я пойду этим путем? И, наконец, шляпа фиолетовая – это шляпа-дирижер. Интуитивное мышление. Именно надев эту шляпу, вы принимаете решение, каким путем идти. Но если метафорически, это похоже на шляпу из Гарри Поттера, которая подсказывала юным студентам, в какой дом им следует поселиться. Пользоваться сразу несколькими типами мышления – это все равно, что сразу надеть на себя несколько шляп. То есть это невозможно. Очередность шляп определяется психической структурой человека. Например, человек, которого мы привыкли называть пессимист, первый надевает черную шляпу и сразу видит все негативные стороны будущего решения. Следующие шляпы ему надевать уже не хочется. Страшно. Очень полезно в мозговом центре иметь такого человека, поскольку он сразу увидит негативные последствия и подводные камни. Однако первым давать ему слово не стоит. Итак, во многих случаях вам не удается найти готовое решение и необходимо надеть зеленую шляпу мышления творческого. В определенном смысле воображение или творчество – это вид энергии, поскольку для того, чтобы какую-то идею реализовать, вы можете наблюдать на физическом уровне электрические импульсы и биохимические реакции. Достаточно умственная энергия нужна для принятия правильных осознанных решений. Ну и все же, если говорить с точки зрения энергии, физической энергии для того, чтобы реализовать, притворить идею в жизнь и умственной энергии для того, чтобы ее продумать, недостаточно. Очень часто нужны еще какой-то особый вид энергии, чтобы питать вашу идею. Ну а раз питать, то мы тоже смело можем говорить об энергии. Назовем ее энергией творчества. Для этой энергии мозг является не творцом, а только очень мощным компьютером, который преобразует тонкие вибрации в более грубые. Ну можно сказать такой метафорой. Как все остальные виды энергии, физическая, умственная и творческая энергия определяются в чем? Силой желания, страстью, которой вы складываете свое дело. Если вы вносите в создание чего-то нового, каких-то новых идей или вещей, много личного, у вас появляется достаточная энергия для созидания. Если вы любите свое дело, со всей страстью отдаетесь ему, это дело становится творчеством. И наоборот, если же что-либо делается по обязанности, выполняя долг и против своего желания, то всякое творчество гаснет. Ну, психологи определили, что пик творчества можно описать как состояние пловца на гребне волны, когда не только его собственная сила помогает ему удержаться, но и сила волны, которая его несет. Он использует в этом состоянии, человек использует какие-то неведомые силы. Он не нуждается в передышке, не знает сомнений и двигается вперед. Достижение такого состояния и есть одна из целей тренингового ображения, который я проведу завтра. Ну, а на этом я хотела бы свой доклад закончить. Если у вас есть вопросы, я на них отвечу. Если нет, могу ответить на них завтра. Спасибо. 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 Спасибо.